Восьмицилиндровая версия седана Bentley Flying Spur появилась совсем недавно, но уже обзавелась специальной версией, у которой мотор запускается под звон колокольчиков. Догадались? Все верно, британцы сделали из летящей шпоры роскошные сани Санта Клауса. Думается, волшебник будет доволен особенным декором внутри и снаружи. На кузов нанесен ромбовидный рисунок, а некоторые детали покрыты золотым напылением. В общем, достойный транспорт для главного рождественского персонажа. Новость со знаком «Минус». Марка «Хонда» покидает Россию. Точнее, сворачивает автомобильное направление, сохранив присутствие на рынке мотоциклетной техники и силовых агрегатов. Поставки новых машин будут обрублены не сразу, а в 2022 году. При этом японцы не бросят владельцев уже купленных авто без запчастей и ремонта. Напомним, что сейчас российское портфолио «Хонды» состоит только из двух моделей – кроссоверов CR-V и Pilot. Но обе они болтаются на самом дне рынка. Что, впрочем, неудивительно, ведь базовый ценник на уровне 2,350,000 рублей явно не способствует популярности некогда хитового CR-V. На авторадио состоялся пятый суперфинал игры «Много денег. Смарт-сезон». Большой предновогодний радиомарафон продолжался 6 часов. Сначала ведущие шоу «Мурзилки.Лайф» Брагин, Гордеева и Захар вместе со звездными гостями раздали слушателям оставшуюся в денежном фонде 51 тысячу рублей, а затем разыграли главный приз – 1 миллион рублей. Победитель и прежде участвовал в розыгрышах новогодних подарков от авторадио, но по-настоящему ему улыбнулась удача только сейчас. Торжественное награждение «Частливчика» состоится в январе. «Я хотел бы объявить одну вещь. После вашей победы игра «Много денег. На авторадио» не заканчивается. У нас будет уже восьмой по счету сезон суперигры, и теперь он будет называться «Много автомобилей на авторадио». Друзья мои, ура!» В седьмом сезоне игры «Много денег. Смарт-сезон» победителями стали более полутора тысяч человек, забравшие от одной до нескольких десятков тысяч рублей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!